Аплодисменты Спасибо, спасибо, друзья, за аплодисменты. Это программа «Черное зеркало», наше еженедельное политическое ток-шоу на телеканале «Интер», как всегда. Его приготовила для вас редакция программы «Подробности», помогает вести программу «Ведущие подробности» Алексей Лихман, это тоже наша традиция. Ну а меня зовут Евгений Киселёв, кто ещё про это не знает. Ну, понятное дело, что сегодня мы говорим и вспоминаем о событиях, которые произошли год назад. Мы вспоминаем героев Небесной Сотни, людей, которые погибли на Майдане 18, 19, 20 февраля. И я попрошу сейчас всех встать и почтить их память минутой молчания. Спасибо. Прошу садиться и, как всегда, у нас здесь гости, политики, те, кто был на Майдане, журналисты, которые работали на Майдане. Здесь у нас Виталий Кличко, мэр Киева. С тех пор, став Виталием мэром Киева, я, наверное, вам первым предоставлю слово. Вот с какими мыслями вы сегодня встречали этот особый день? День, когда люди погибли за честь, достоинство и свободу. Во-первых, добрый вечер, студия, добрый вечер, телезрители. Я давно не был в гостях у вас, я не помню, формат сидя, правильно? Сидя, сидя, Виталий, сидя. Если вам удобнее встать, встаньте. Вы знаете, этот год прошел, и этого года на самом деле хватит, по тем событиям, которые собрались вместе в этом году, хватит, наверное, не на один десяток лет. Настолько интенсивный год, настолько много событий. Я вспоминаю то время, неизвестность. Расстрел, людей, жертвы. Прошел год. Я только что приехал с Майдана, разговаривал с многими сотнями людей, которые давно не видел. С которыми встречались тогда, каждый из них рассказывал свои эмоции. И самая ключевая из них, я хотел бы об этом сказать, люди отдали свою жизнь тогда, год назад. Отдали для того, чтобы жизнь в нашей стране стала лучше. И задача всех нас реализовать мечтания ушедших, сделать страну по-настоящему современной, европейской, демократичной, справедливой для каждого живущего в ней. Ведь большинство до сих пор ищет справедливости. И задача, которая стоит, очень непростая. Несмотря на заинтересованность дестабилизации ситуации, есть люди, которые заинтересованы в этом, есть как внутренние, так и внешние вызовы. Мы обязаны сделать так, чтобы ожидания тех людей, отдавших свою жизнь, реализовать. Этого от нас ждут люди, и мы взяли на себя те, кто сегодня занимается политикой, взяли на себя обязанность реализовать ожидания. Тех, кого с нами нет, и тех, кто на сегодняшний день борется, тех, кто старается помочь, тех, кто ждет все-таки, что мы, наконец, сможем реализовать тот потенциал, о котором уже много говорили. Я думаю, что сегодня в ходе дискуссии я смог бы дополнить эти слова. Можно говорить очень долго о тех эмоциях, которые посещают многие, воспоминаниях, которые были, и эмоциях, которые сегодня каждого из нас, тревога, которая есть в каждом из нас, исходя из всех событий и информации, которые мы получаем ежедневно. Я уверен, что я смогу дополнить сегодня в дискуссии. И еще одна очень важная вещь. Мы здесь многие политические силы, я вчера был на одном ток-шоу, очень странно, нам не нужно делать ошибку, у нас есть внешний враг, у нас есть враг внутренний, те реформы, которые нам необходимо сделать, ту коррупцию, которую мы еще не победили, и мы должны объединиться, объединить наши усилия в борьбе с внешними и внутренними вызовами, и очень странно выглядит, когда одни и те же люди, которые стояли по одну сторону в реках, объединились и победили, начинают уничтожать друг друга, бороться против друг друга. Мы должны объединиться и бороться с теми вызовами, которые есть. Это ключевая задача. Мы должны быть как никогда едины. И в этом залог успеха. Спасибо за эти слова. У нас сегодня в студии особый гость. Я уже говорил об этом, когда анонсировал наш сегодняшний выпуск в конце программы подробности. К нам пришел один из самых знаменитых в мире французов. Бернард Анри Леви. Философ, публицист, литератор, который в частности завтра в Киевском оперном театре показывает свою пьесу, которая называется «Отель Европы». Она посвящена событиям на Майдане. Бернард Анри Леви близкий друг президента Франции. Франсуа Аланде часто встречается с ним. Я знаю, что он бывает у него иногда непосредственно перед тем, как приезжает в Киев. Иногда даже я был свидетелем того, как он передавал какие-то месседжи от господина Аланда. Впрочем, с Петром Порошенко он тоже дружит. Во всяком случае, в одном из своих интервью сказал, что Порошенко мой друг. Вот скажите, пожалуйста, господин Леви, я вас, конечно, приветствую прежде всего. Скажите, на сей раз вы успели повидаться с французским президентом, прежде чем приехать в Киев? Если да, обсуждали ли что-нибудь с ним? Добро я хочу сказать, что это я, кто вас приветствую сегодня. Сначала я бы хотел сказать, что это я. Вас приветствую этого вечера. Это я, кто приветствую народу Майдана и народу Киеву. Я был здесь примерно один год. Я был здесь очень большой honнер взять слово на Майдане один год. Я имел очень великую честь делать промышку на Майдане примерно год назад. Это был один из самых важных в моей жизни. Это была одна из важливейших подей моего життя. Это там я встретил Виталия Кличко. И именно там Виталия Кличко. И именно там, на Майдане, в мороз, я встретил Петро Порошенко. Для француза, для европейця это было что-то неимоверное. Знать, что молодые украинцы рискнули своим життям за европейские ценности. И что они могли вмерть на Майдане притискаючи до своих сердец зверчастый европейский прапор. Это валира о которой мы, европейцы, мы виноват так мало вернемся. Саме те ценности, в которые мы, европейцы, так мало вернемся. Это здесь, в Киеве, я видела живу больше интенсивности. И именно в Киеве я видел, что эти ценности живут очень ярко життям. Это чувство что я даю здесь и чувства которые я вам выражаю я хочу чтобы телес петро саж что я хочу чтобы вы asegурали что это петро больш sense французsche я хочу сказать вам что это петро пр Players Республики Франсуа Оланова я смо пятых революцион демократик в Майдане с первого дня Франция была за демократичной революцион на Майдане И, чтобы ответить на ваши вопросы, я вам скажу, что Франция будет на стороне украинского народа до полной победы демократии. Виталий Кличко шойно сказал, что для политиков это основная задача реализовать мечты тех, кто погиб на Майдане. Это также мечты для всех европейцев. Это мечты для большей большей части Франции, и это их обязан. Вы защищаете наши ценности. Ваши дети умирают за защиту наших ценностей. И мы должны сделать так, чтобы их жертва не была марною. Господин Леонидович, спасибо вам за добрые слова, спасибо вам за то, что вы только что сказали. И все же, я не скрою, что очень многие украинцы ждут большего от Европы, и от Франции в том числе. Когда мы дождемся, что Франция сделает так, чтобы российская агрессия против Украины, наконец, была остановлена. Тем более, что теперь господин президент Франсуа Алланд, один из участников минских договоренностей, он гарант, вместе с Ангелой Меркель, с другими участниками минских переговоров. Скажем, оружие когда-нибудь Франция даст нам? Я надеюсь, господин президент Франции. Закончится тогда, когда противники имеют равную силу. И, наоборот, когда вы, с одной стороны, украинцы, как сегодняшняя путинская Россия. И, когда вы, с другой стороны, украинцы, как будто из армии, А, с другой стороны, украинцы, как будто без армии, Тогда война может продолжаться очень долго. Это для этой причины, что я думаю, в результате, что демократии должны армии в Украине. И именно поэтому я считаю, что демократии имеют задачу озброить Украину. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, такой вопрос, он наверняка сейчас у многих возникает. Вот не успели высохнуть чернила под минскими договоренностями, Как уже появились слухи в средствах массовой информации о том, Что вот-вот возобновятся поставки кораблей Мистраль, Которые сейчас остановлены. Вот может ли сделаться так, что Франция таки поставит эти корабли России? Я не в это не верю. Я думаю, я даже уверен, что Мистрали не дадут. Вы знаете, М. Путин умерла в этой неделе. Вы знаете, сегодня, Путин допустил значную ошибку. И эта ошибка называется Дебальцево. Чорнила на Минских угодах были ледь высохли. А Владимир Путин бомбардировал Дебальцево. И это политическая ошибка, которую не можно пробачить. Это сначала, первое, моральная ошибка. Потому что у них были миллионы цивилизов в Дебальцево. У них были тысячи цивильных в Дебальцево. У них были солдаты, конечно. И были сильные. И сильные. И сильные солдаты. И сильные солдаты. С очень смелые солдаты. И герои. Но есть также были цивилизов. Как и в Краматорске. Я поехал до Краматорска на передодне Минских угод. С президентом Порошенко. И я своими очами там бачил. Ракеты Смерч. Ракеты Смерч. Каветое титире сурдей популяцион сивили. Яки ми стреляли по мирному населенню. Ки он фе плюсюр дизайн де виктим, дон 16 мор. И яки завдали десятки поранених, з яких 16-ро загинуло. Когда мы стреляем по цивильным. Это не военный злочин. Это злочин против человечества. Это не военный закон. Это законы мясницкие. И я думаю, что для Европы, консенсусом будет так не думать. Так что я не думаю, что мистрали дадут. Я думаю, что решение не давать их было уже принято напередодне. Но сейчас мы можем сказать, что это решение было подтвердено. Вот смотрите, тем не менее, возникает вопрос. А если не все благополучно пойдет? Вот господин Аллан сегодня после того, как встречался с госпожой Меркель в Париже, он выражал, например, беспокойство тем, что недостаточно быстро осуществляются реформы. И об этом говорят очень многие. Что темпы реформы и реальные их результаты пока далеки от того, что желали люди. Это же касается, я не знаю, других вопросов, скажем, борьбы с коррупцией. Вот мы, журналисты, все чаще ощущаем болезненную реакцию власти на публикации в прессе. И, соответственно, у нас возникает опасение, защищена ли в достаточной мере свобода средств массовой информации. Что на это скажете? Слушайте, конечно, что нужно, чтобы Украина проводила реформы. Конечно, что в будущем Украине, это не война. И это причина, по которой, кстати, я, кстати, лошадь идти, несколько месяцев назад, Я, Поэтому, запустил идею ДАГРОН ПЛАН МАРШАЛ ПУРЛУК РУКРЕНИ ВЕЛИКОГО ПЛАНУ МАРШАЛУ ДЛЯ УКРАИНИ ВЕЛИКО ПЛАНУ ДЭД ЕКОНОМИЧНОЙ ДОПОМОГИ УКРАИНИ ВЕЛИКО ГОПЛАНУ ЕКОНОМИЧНОЙ ДОПОМОГИ УКРАИНИ Это как Схидная часть Немеччины развивалась после падения стены. Это что может случиться в Украине, если этот ГОПЛАН МАРШАЛ будет начинан. И именно это может происходить в Украине, если этот ГОПЛАН МАРШАЛа будет запущен. Но для этого нужно, чтобы война остановилась. Но для того, чтобы война остановилась. Нужно, чтобы Россия остановилась отрывать оборудование лургой сепаратистов Донбасса. Нужно, чтобы Россия остановилась поставить тяжелое оружие донбассским сепаратистам. Нужно, чтобы Россия остановилась отрывать оборудование лургой сепаратистов Донбассским сепаратистам. Нужно, чтобы российская армия и прихильники Новороссии остановились перед Мариуполем. Это абсолютная приоритет. Потому что, какая была хорошая волонтка руководителей, Оскільки, как бы ни были хорошие намерения руководителей, Мы ничего не можем сделать под погрозой оружия. Как М. Путин ротирь эти каноны. Тоже, пан Путин мае отверсти свою оружие. Ки-л ротирь свои миссии Бук и свои миссии СМЕРЧ. И тогда, пан Порошенко, Ко-карéchoff, Ки-т comme я вижу там. Чи-ко-кар совместив. Який есть настоящий полководице. Ача-кар шефе, вред он. Полководцем против своей воли. Потому что он не любит войне. А ему не нравится эта война. Но он обрегается делать. Он, исправится ее ведеть. Этот день-то, М. Порошенко, Се-л веки, Какой большой реформатор. И тогда, пан Порошенко, Покаже себя, Какой большой реформатор. И именно про это, пан президент Оланд хотел сказать в этой недавней заявке. И именно про это, на мою скромную думку, я говорит ему завтра в своей пьесе в национальной опере в Киеве. Ну что ж, господин Ливи, я благодарю вас. Позвольте пожевать вашу руку. Спасибо большое. Вы можете потиснуть вам руку, потому что, когда тиснешь руку Виталию Кличко, то это очень сложно. Спасибо. Спасибо большое. Мы вас отпускаем. Мы знаем, что вы только что прилетели. Вам надо перед завтрашним тяжелым днем отдохнуть. Спасибо большое. Спасибо большое. Аплодисменты. Вот скажите, пожалуйста, Валерий, это мы уже сейчас говорим не о сегодняшних мероприятиях, посвященных памяти героев Небесной Сотни, а о событиях, которые продолжают происходить вокруг Украины. Вот вы, наверное, в курсе того, что встретились сегодня, двустороннюю встречу провели в Париже президент Франции Франсуа Алан и канцлер Германии Ангела Меркель. Вот меня, например, удивила одна фраза, которая была сказана на этой конференции. Алан заявил, что в отношении любой страны, которая не будет придерживаться минских договоренностей по Украине, будут применены санкции. Любой страны, которая не будет... А какой любой стране? Ну, понятно, что вот есть Россия, да? Что же он намекает на то, что и против Украины могут какие-то санкции быть применены? Валерий. Добрий вечер. Дякую за возможность высловитись. По-перше, я хотел бы, не знаю, Бернард еще в студии, чи нет, подякувати ему за то, что он последовательно и в Франции, и по всему світу поддерживает Украину уже давно, и особенно в этот непростой период. По-друге, я действительно сейчас уже в адміністрации, потому что произошла сегодня разума президента Украины с вецепрезидентом США Джосефом Байденом. И идет такая интенсивная постойная работа дипломатичная, но перед этим я был на Майдане. И я скажу, что много в чём параллели можно проводить, ситуация, которая сейчас, ситуация, которая была год назад, но очевидно, что сегодня мы доходим до певної точки кульмінации. И в этом связи все европейцы, и Франсуа Ланд, и Канцлер Меркель, которые вклали очень много в таку дорожню мирную карту, сегодня дещо разгублены. Дело в том, что они рассчитывали на... Ну, возможно, они не верили в это, но все-таки они думали, что змусять ту сторону, про которую вы говорите. А это Россия. Не нужно там шукать другие стороны. Какие санкции против Украины? Украина, которая страждает под агрессором? Украина, которая окупована территория? Про какие санкции вы говорите? Очевидно, что это Россия. И очевидно, что сейчас решается вопрос дальше, тиску. Потому что мы видим, что продолжаются обстрелы и порушение режима прекращения огня, вогню, вибачте, широкого, под Донецким аэропортом. Не допускают, вот сейчас, на момент этого, не все пункты допускают миссию ОБСЕ, но опять же таки не допускают. Мы сейчас говорим о миротворцах, и мы видим в этом вариант гарантий, свидетельствий о том, что происходит. Потому что с Россией происходит удивный диалог. Такое впечатление, что Россия и президент Путин живут в своем каком-то закрытом мире, в каком позиции знает только представитель ООН Чуркин. И мы живем с Сиевичем Чуркинадой. То есть, извините, я не дипломатично висловлюсь, но это настолько уже много раз зазначено, когда один свет встанавливает одни факти, а... Я вам лично очень благодарен, что вы высказываетесь не очень дипломатически, так и легче. Мы должны выйти в свет. Это резко. И это уже накопичилось. Мы должны выйти в какой-то один свет координат, где и Россия, и Захид, и мы, Украина, мы говорим про одни и те же самые речи. Если есть российская оружие на территории Украины, мы называем речи своими именами. Вона есть тут. Если Россия может сделать крок, в частности, в Раде безопасности ООН по миротворцам, мы говорим про это. Да, Россия окупировала частину украинской территории, но Россия – ядерная держава, член Ради безопасности ООН, от нее также много чего зависит. То есть, очень сложный свет, непростий, но в этом сложном свете мы должны остановить войну, трагедию для всех в 21-м столетии. Валерий, у меня есть уточнение. Вы только что сказали, что мы подходим к кульминационной точке. Что Вы имели в виду? Какую кульминацию? Какие варианты Вы рассматриваете? Это может быть усиление, эскалация конфликта на Востоке, полномасштабное вторжение, как вариант введения военного положения в стране. Валерий? Мы подошли до той точки, где нам была зрозумела дорога. То есть, мы шли Минскими договоренностями, где было все расписано. И, в принципе, стороной этих договоренностей есть Российская Федерация. Было зрозумело, что делать. И сейчас мы подошли до точки, когда мы знаем, что делать, но не знаем, какой механизм гарантии или действий должен быть использованы. Мы предлагаем миротворчивость. Поэтому я скажу эту точку кульминации, сподеваясь на мир, а не на войну. Но если в ближайшее время не найдется механизм, которые бы обеспечили выполнение Минских договоренностей, от которых мы не отменялись, именно договоренностей, не подхода к их выполнению, а именно тех базовых принципов, которые были сложены уже давно. Если этого не будет сделано, то будет понятно, что тогда будет подальше эскалация. И тут только оборона Украины будет основным приоритетом. Может быть, дипломатичная работа выйдет на задний план. Валерий, последний вопрос, наверное. Я понимаю, что у вас рабочий день напряженный продолжается, и вы должны, как говорится, возвращаться к станку вашему внешнеполитическому. Но вы можете приоткрыться? Я готов с вами подискутировать, у меня есть еще час. А вот так вот? Ну хорошо, значит, тогда мы вас не отпустим. Тогда вам придется еще чуть-чуть подождать. Может быть, в студии потом будут вопросы. Но у меня один вопрос, а потом просто у нас другой телемост, и мы будем вынуждены прерваться. Так вот, Валерий, скажите, пожалуйста, о чем с Байденом поговорил президент? И можете ли вы как-то приоткрыть какие-то детали разговора? Я так понимаю, что это было только что? Ну, очевидно, это было немного раньше, но, в принципе, я могу сказать, что темы обговорения, они где-то схожие. И последние уже несколько недель в режиме постоянного диалога пребывает президент Украины с святыми лидерами. Темы очевидны. Это каким образом домогтися режиму прекращения огня, после которого можно будет отводить технику. На жаль, этого никак не можно установить. Каким образом натиснуть, или какие заходы должны быть для тех, кто порушает все договоренности. И это идет про сообщественную позицию Европейского Союза, Соединенных Штатов, где Россия хочет их разбить, эту сообщественную позицию. А мы, наоборот, как это не дивно, Украина сейчас ее консолидируем. Поэтому, по шоку идео того уровня поддержки санкций, поддержки обороноздатности, которые бы не разделили Европу и Соединенные Штаты с одного боку, Европейский Союз в середине, и, наоборот, дали бы Украине серьезную следующую помощь для того, чтобы сбалансировать асиметричные отношения с Российской Федерацией. Потому что неспоставные ресурсы, и только за помощью партнеров мы можем сбалансировать наши возможности и таким образом привести до реализации договоренностей, а вот так до мира, а не войны. Валерий, 25 числа в России ожидается экстренное заседание Совета Федерации. Будет рассмотрено повестки Дня Украины. Каких заявлений, каких решений вы ждете оттуда? Вы знаете, я насправді чекаю більше решень всередині країни, від Брюсселя, Вашингтона, ніж від Москви сьогодні. Тому що позиція Москви нам вже зрозуміла. Я думаю, що, ну, відверто кажучи, парламент в Росії не відіграє ті ролі, які відіграють парламенти в демократичних країнах. Там рішення приймається персонально президентом Путіним, тому я очікуюсь скоріше від нього. Більш тверезі оцінки, прогнози ситуації і розуміння, що сьогодні, даючи наказ про зупинку війни, він рятує себе в Росії. Просто, понимаєте, є ж опасення того, що Путін знову получить від Совета Федерации, ну, можливо, по його же указки, естественно, право на введення війська. Кстати, о войсках, о самій ідеї привлечення миротворчих батальйонів к розрішенню ситуації на востокі України. Є люди, мнення експертов, які аплодирують этому стою, говорять о тому, що Росія практично загнана в мышеловку, в ловушку. Але є і ті, хто понуро утверджують, що Україна тем самим призналась в тому, що она проіграла цю війну. Прокомментируйте ви, пожалуйста. Знаєте, є різні думки. Насправді, багато місій миротворчих, вони якраз і застосовувались в країнах, які не відчували, що вони щось програли. Вони, навпаки, були спрямовані дії їх на встановлення миру. І якщо ми бачимо всі разом дієвий інструмент, то є забезпечення суверенітету України. Я думаю, що це абсолютно не прогрош. Це перше. По-друге, війна гібридна і дії гібридні. Тому, ви знаєте, ми сьогодні говоримо про те, що в такій війні перемогти можна тільки спираючись на людей, на їх розуміння. Я сподіваюся, що миротворчі сили, які повертали людей назад до своїх домівок, тих людей, які зараз з Донбасу виїхали, які зараз тут чекають в регулювання ситуації. І якщо б вони були там, і вони б вже абсолютно не погодились б з тим, що хтось ходить зі зброєю безцільно і тільки займається тим, чим ми зараз спостерігаємо. Тобто, я сподіваюся, що і миротворча операція, якщо вона буде застосована, і повернення людей на Донбас дасть можливість іншого погляду на розвиток на майбутнє. Так, там вже багато що зруйновано. Але так чи інакше, я вірю в те, що у нас є шанс для того, щоб не тримати цей конфлікт гарячим, як на кшталт сирійського, на цій території, але все-таки вийти на рішення. Люди чекають дуже простих речей. Міру, нормального життя. І все, що цьому сприяє, треба робити. Як би там не оцінювало зону. Ну що ж, господа, може б у когось з десь присутствуючих є желання? Якщо можна. Валерий. Пожалуйста, Іван Яковин, хотів би, журналист Іван Яковин, українського еженедельника «Новое время», хотів би вас о чому-то спросити. Скажіть, пожалуйста, вот ви говорите, що Росія живет в какой-то другой реальности, не воспринимає никаких аргументів, которые предлагають їй Запад і Україна. Каким образом можна вивести Росію із альтернативної реальности в реальну реальність? Є ли какие-то речіги давління на Москву у України і у Запада? Дуже складне питання, тому що якщо вивести в реальність групу людей, які зараз керують Росією, то це рецепти відомі. Тобто залежно від їх дії можуть бути засоби тиску певного, економічного в першу чергу. Ви знаєте, що працюють санкції, але є і такі санкції, які мають такий обопільний удар, більш серйозні. Щодо цієї групи людей зрозуміло. Щодо російського суспільства, громадян російських, то каток пропаганди за останні півтора-два роки пройшовся так, щоб вивести їх з цих стану буде дуже складно роками. Я знаю це, бо в мене родичі в Росії, і розмова майже вже неможлива, тому що ми живемо в різних інформаційних середовищах, ми вже не говоримо про одні і ті ж самі факти, як основу для розмови, для дискусії. От щоб не зберегти на майбутнє, а нам жити з Росією, з людьми, не з Путіним, ні. Нам жити з російським народом, з народами Росії, в майбутнє століття. Я думаю, що нічого не зміниться. На нашому кордоні північному буде Росія, навряд чи там буде Канада. Тому як нам будувати на майбутні стосунки, це величезне перетання. От подивіться, все відбувається невеличкою групою, ніяких горизонтальних зв'язків немає. І от ця прірва, я думаю, що її подолати буде набагато складніше, ніж навіть закінчити війну. Я правильно вас розумію, що немає ніяких речагів давління на Москву, ні у України, ні у Западу, крім економічних, які, очевидно, не працюють. У України є тільки один варіант – це оборона. І, відповідно, кожний загиблий росіянин, який вертається назад в труні, це аргумент для російського суспільства про безглоздість тих дій. Що стосується Заходу, то в Заходу є механізми. І надання більшої допомоги Україні в обороноздатності, і більших санкцій економічних, персональних, структурних і, наприклад, свіфт. Де не буде можливості десь користуватись платіжною картою, платіжними системами для росіян за кордоном. Це повернення в радянські часи, ви пам'ятаєте, коли були там картки, які можна було якимось чином там... Ви знаєте, вони таким чином діяли, що загроза санкцій ефективніше, ніж сама санкція. Зараз вони переходять від іншого. Введення санкцій в разі невиконання умов. От, наприклад, зараз неприпинення вогню далі можуть ввести спільні санкції Європейського Союзу, Столучених Штатів. Це реалії. Але про весь пакет зараз вони тримають оцю всю послідовність запровадження санкцій як механізм дії. Я не знаю, чи це правильно чи ні. Інколи хірургія краща, ніж терапія, яка приводить до летального результату. Але вони вибрали такий шлях. Побачимо. Вони грають вдовгу. Ми би теж грали вдовгу, але у нас гинуть люди кожен день. Тому, на жаль, ми таку не можемо сприйняти. Валерій, наверное, последній випрос. Вони підсилюють тиск. Я ще хотів би теж задати питання. Ви сказали про те, що сьогодні в Україні залишається лише сутооборонна стратегія. Але я розумію, що є асиметричні можливості, гібридна війна і так далі. Але якщо є сутооборонна стратегія, зазвичай, якщо ми візьмемо історію і війни, і взагалі історію воєнної чи політичної стратегії, сутооборонна стратегія завжди програшна. Треба знаходити можливості нав'язувати ворогу проблеми в його тілу. І от якраз щодо того, що ви почали говорити щодо російського суспільства і його налаштованості зараз. Чи не варто Україні всерйоз, якраз надовго, зайнятися питаннями, власне, самої Росії? Що я маю на увазі? Росія – це країна, яка складає з себе абсолютний клубок протиріч. Національних, релігійних, соціальних, політичних і так далі. Чи, можливо, Україні треба почати активніше використовувати українську діаспору в Росії? Проблеми Кавказу, проблеми інших національних республік, проблеми якихось антисистемних політичних рухів в Росії. І створювати, намагатися створювати максимально світ до цього долучати. І створювати Росії проблеми всередині. І це, власне, чітке усвідомлення, що тут проблема насправді то, не в пропаганді останніх років. Проблема, що у нас вже 350 років з ними проблеми. Вони будуть продовжувати, поки вони будуть імперіюю. Вопрос понятен. Дякую. Скоріше було, в принципі, не питання. Це висловлення опозиції. Я тільки зазначу одну річ. Розвалена Росія, як це не парадоксально, це один із сценарій, який може відбутись. Під її обломками можуть бути погребіни і країни, які поруч. Тому я скажу, може, непопулярну річ. Я не хотів би, щоб розвалювалася Росія. Я хотів би, щоб в Росії просто був інший режим, який би працював зовсім в іншому напрямі. Але є одне питання, уточнене. Коли в історії Росії на звіт був режим, який був нормальний? От коли в історії Росії хоча б раз таке було? Ну от давайте в історично візьмемо. Коли Ленін був, Сталін, Катерина ІІ, Петро І, Іван Грозний, Ханк там якийсь там, не знаю. Я прошу прощання. У нас ще один участник программы ждет в своей очереди, опять-таки в удаленном режиме, на спутнике, на телемосте. Валерий, спасибо большое. А сейчас вот о чем коротко хотелось бы сказать. Дякую. Спасибо вам. Сейчас, как всегда бывает в таких ситуациях, когда вспоминают те или иные драматические события прошлого, недавнего прошлого, появляется, разумеется, очень много разговоров, различных версий по поводу того, как и почему происходили те события на Майдане. Об отдельных обстоятельствах, о причинах, о движущих силах. Очень много вопросов по-прежнему ведь остается без ответа. И вот о чем чуточку подробнее хочется сказать. Российская новая газета, это одна из немногих оставшихся независимых газета оппозиционного направления, объявила о том, устами своего главного редактора, что на следующей неделе будет опубликован некий сенсационный документ, свидетельствующий, что задолго до тех событий, которые начали происходить в Крыму в марте месяце, Россия уже готовила план расчленения Украины, во всяком случае аннексии части ее территорий. И чуть подробнее нам сейчас, я попрошу, расскажет замглавного редактора новой газеты Андрей Липский. Андрей, вам слово, пожалуйста. Что там в этом документе? Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, студия. Ну, это удивительный документ. Значит, в нашем распоряжении оказалась такая бумага, аналитическая записка, которая была занесена в администрацию президента. Когда, это очень важно, когда это было, это в промежутке между 4 и где-то 15 февраля. То есть, это еще когда Янукович президент, сидит в своей резиденции, и, в общем-то, нет еще никакого, так сказать, переворота государственного, так называют в России то, что произошло, произошло позже. И что, в общем-то, считалось достаточным поводом для того, чтобы вмешаться в ситуацию на Украине. Какой-то правовой такой странный повод. Так вот, в этом документе, который был подготовлен, судя по всему, при участии непосредственным некого Константина Малафеева, это такой православный бизнесмен, который возглавляет такой инвестиционный фонд «Маршал Капитал», и у которого работали такие люди, как Гиркин Стрелков, который руководил службой безопасности в этом «Маршал Капитале», где работал Бородай. А потом замечен был Малафеев в том, что активно поддерживал вот это, когда начали мутить воду на Донбассе и поднимать народ, потом Славянск, Гиркин Стрелков и так далее, так далее. Короче говоря, он активно участвовал, Малафеев, и деньгами, и организационно. Так вот, в этой записке, которая, повторяю, оказалась в администрации президента за несколько дней, за 10 дней до вот этих пиковых событий, годовщину которых сейчас мы чтим и отмечаем, там был план, в котором как бы шаг за шагом был проработан такая логистика установления России государственного правового контроля над отдельными регионами Украины. Удивительно, что почти все основные пункты этого плана, в общем-то, потом оказались притворенными в жизнь. Ну, за некоторыми исключениями. То есть, получается, что это был некий план, который в итоге был с какими-то поправками притворен в жизнь, в реальности. То есть, сложно утверждать, что Кремль взял план Малафеева и его выполнил. Но то, что это был документ, который явно помогал в выработке вот этой политики, это факт. И количество совпадений просто обескураживает. Повторяю, вот кроме одного главного несоответствия, в этой бумаге в качестве наиболее таких болезненных точек указаны Крым, что, в общем-то, сбылось, и Харьковская область, что не сбылось. Ну, вообще, я помню, что там была напряженная ситуация весной прошлого года. Конечно, очень напряженная, очень напряженная ситуация, соответствующие там организации, группы, такие пророссийские. Ну, хорошо, Андрей, как много вообще хотели отпустить от Украины? Да, Андрей, мы, давайте, давайте, не будем, мы дождемся среды, я надеюсь, что ничего не помешает вам. Я не буду, вот, вот, да, вот. Какая конечная была пункт плана? Ну, что мы не останавливаем? Конечная была пункт плана, вот, в итоге, что хотели авторы заполучить? В общем-то, это отхватывание от Украины, Крыма и восточных, отторжение, назовем так, отторжение ряда регионов, областей. С последующей аннексией или без? Конечно, через... С последующей аннексией или без? Вот этого там нет, вот этого там нет, никакой аннексии там нет, там есть отторжение, хотя угадывается, что это должно вообще-то войти в состав России по каким-то там косвенным и таким полуутверждениям. Простите, пожалуйста, Андрей, совсем на другую тему, позвольте вопрос, просто не могу вам его не задать. Сегодня появились сенсационные сообщения здесь у нас в Киеве, причем сначала об этом заговорили представители службы безопасности, А потом, в общем, эту информацию в публичном выступлении подтвердил сам президент Петр Порошенко, что в ходе следствия по поводу событий, которые произошли на Майдане, выяснилось, что снайперы были российского происхождения, иностранные снайперы, и руководил ими никто иной, как один из помощников президента Путина Владислав Сурков. Да. Что вы нибудь можете сказать по этому поводу? Вы знаете, вообще-то у нас есть такой принцип в газете. Мы опираемся на факты, на свидетельства. Мне кажется, что по таким серьезным, болезненным и драматическим вопросам надо бы вообще-то было бы дождаться конечных результатов расследования. Но я могу сказать, я живу давно, и у меня есть некие принципы выработались за это время. Во-первых, я как-то очень не верю в сенсации к датам. Ну вот, к датам вдруг возникает... Иногда спутники запускали к датам, космические корабли, и иногда с ними... В общем, короче говоря, я так вас понимаю, простите, что я сворачиваю разговор, но я так понял, что это большой скепсис у вас вызывает. У меня вызывает скепсис. Я не очень верю еще к тому же в показания силовиков. Мы знаем очень много странных показаний и ОМОНа, и Беркута, и Альфа, и всяких спецназовцев. И не всегда это потом подтверждается. Андрей, спасибо большое. Извините, что я вас прерываю. Извините, но мне мои коллеги подсказывают, что нам нужно тоже прерваться. Спасибо. Это был Андрей Липский, замглавного редактора «Новые газеты». А мы с вами, господа, продолжим после короткой рекламы. Спасибо. 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 Спасибо еще раз за аплодисменты. Мы продолжаем очередной выпуск ток-шоу «Черное зеркало». В первой части у нас сложилось так, что очень мало было возможности присутствующих в студии, что называется, ставить свои пять копеек. Но стараемся в этой части это упущение исправить. У меня отпросился мэр столицы, Виталий Кличко, он сказал, что дела городского хозяйства не позволяют ему оставаться до конца программы. Поэтому первый вопрос в этой части опять-таки ему. Вот смотрите, Виталий, мы, вспоминая события на Майдане, естественно, есть такие яркие образы. И среди этих ярких образов, вот вы на голову вывыживаете всей толпы в гуще событий, пытаетесь с кем-то спорить, кого-то пытаетесь сдержать. Было тяжело тогда или тяжело сейчас? Что было тяжелее? Вы знаете, очень тяжело сравнивать. Это две разные составляющие. Тогда было время дел. И очень много призыва. Сейчас нам необходимо от слов переходить именно к вещам, которые видят люди. Сегодня ожидают изменений. Самая главная память и благодарность тем людям, которые погибли, это реализация их ожиданий, их мечтаний. Я об этом говорил. И для того, чтобы Украина состоялась, для того, чтобы изменения произошли, для того, чтобы произошли реформы, необходимо очень много сделать. Вы не можете себе представить, какое это авдиво и конюшня. Это, знаете, это колоссальная, столько проблем накопилось, которые необходимо сделать. Многие обращаются, мы не видим реформ, мы не видим изменений. Для того, чтобы, в первую очередь, для того, чтобы произошли реформы и изменения, в первую очередь нам нужно разрушить коррупцию. Каким образом? Нужно убрать тех людей, которые были, которые были задействованы в этой системе. 60% ключевых руководителей в мэрии убраны. То есть остался только, все руководители убраны, только 60% поменялось людей. Затем, одним из самых ключевых составляющих, чтобы убрать коррупцию. Ведь она любит тень, тишину. Нужно открыть, открытость и прозрачность. Это ключевой инструмент борьбы. Вот позвольте я вас перебью, Виталий. И в этом ключе. Позвольте я вас перебью. Вот смотрите, это вопрос на тему, о которой я вскользь упомянул. Вот коллеги могут со мной там не согласиться, но я от многих журналистов, людей из нашего цеха, все чаще и чаще слышу о том, что власть становится все более и более, скажем так, ранимой, когда ее начинают критиковать. Как только кто-то говорит, пишет, показывает на телеэкране, что не все у нас благополучно. С реформами, с борьбой, с коррупцией, с результатами. Скажем, а вот если брать мэрию, так только ленивый не пытается критиковать городское правительство. Я говорил открыто, критикуйте. Знаете, более того... У вас не бывает желания так чуть-чуть сказать, что, знаете, давайте мы немножечко так прижмем средства массовой информации? Ну, во-первых, свобода слова является одним из самых ключевых составляющих демократического общества. И в данном случае именно для средств массовой информации и как раз борьба с коррупцией. Мы открыли полностью мэрию. Мы открыли... Вспомните Киев. Все скандалы. Земля, майно, комиссии. Пожалуйста, средства массовой информации приходят. Мы приглашаем активистов. Мы открыли документы оборотов. Впервые за историю открыли бюджет. И все доходы и расходы открыты, чтобы не было никаких манипуляций. Мы делаем прозрачные все наши действия. Если есть критика, если эта критика действительно аргументированная... А если вдруг не аргументированная? Если, знаете, вдруг там... Очень много в последнее время, одну могу сказать, популизма. И многие люди, придя в политику, забывают о том, что они уже пришли, придя в политику, они еще находятся в какой-то оппозиции, начинают заниматься таким, знаете, дешевым популизмом. Когда люди говорят, это не сделано, это не сделано, это не сделано. Я говорю, ребята, если... Маленький пример. Я его привожу очень... На встречах я очень часто прихожу. Самое главное для политики не потерять связь с людьми. Общаться с ними, знать о проблемах. И когда власти говорят, обвиняют, у меня в подъезде грязно, возле дома грязно, ничего не делается, жиги не делаются, я задаю прямой вопрос. Если у вас грязно, это ваш подъезд, это ваш дом. Не ждите от власти, что кто-то будет делать. Возьмите и уберите. И следите, чтобы было чисто. Помогайте нам. Не может один человек сделать... Это задача всех вместе борьбы с коррупцией, изменений в стране. И в этом ключе я считаю, что средства массовой информации оказывают колоссальную помощь. Ну, вашими устами да мед пить. Вот не все так думают. Я... А можно вопрос в прямом эфире? Пожалуйста. Вы не подскажете, вот при всей открытости земельной комиссии, каким образом формируется последовательность принятия решений, вынесения вопросов на земельную комиссию? Их более двух тысяч кадастровых дел. Каким образом формируется эта очередь? И где можно посмотреть на очередность земельных дел, которые выносятся на комиссию, а потом впоследствии на заседание Киевсовета? Действительно, создалась такая практика, что в прошлом году не работала, и искусственно собралось колоссальное количество, более двух тысяч земельных дел, огромная гора. Да, и для того, чтобы рассмотреть, а мы рассматриваем где-то за одно заседание. Заседание проходит раз в две недели, за одно заседание всего, в общем, сто вопросов. Можете себе представить, сколько нужно лет, чтобы рассмотреть все вопросы. Формирование, я думаю, что это к членам комиссии, земельной комиссии, в которую входят представители всех фракций, в том числе и ваших. Я просто поясню, что присутствующий здесь Сергей Гусовский, многие знают его как успешного бизнесмена, владельца нескольких популярных киевских ресторанов, но он с некоторых пор стал депутатом горсовета, а на Майдане, я так понимаю, вы много делали для того, чтобы те, кто там стоял день и ночь, были, что называется, циты. Ну да, и мы, вероятно, можем, нас вот пытаются отнести к популистам, потому что мы пытаемся задавать неудобные вопросы. То есть, каким образом формируется этот список? То есть, знать должны не только члены комиссии, знать должны и могут, должны иметь право знать любой киевлянин. Зайти на сайт Киеврады и посмотреть, и увидеть. У каждого дела есть кадастровый номер уникальный, и можно посмотреть, где находится очередь. Каким образом формируется? Совершенно верно. Поэтому документы обороты у нас полностью публичные, все решения, которые принимаются, все распоряжения, они находятся в открытом. Более того, я могу сказать, мы сейчас работаем с одной из ведущих компаний для того, чтобы сделать полностью прозрачную мэрию. Чтобы это, так называемая, смарт-сити. Ну, вы знаете, мы... Господа, у меня есть предложение. Вот мы сейчас можем уйти в очень глубокие... Мы к киевскую проблему. ...проблемы киевского городского хозяйства. Кто выбирает лучшая встреча? Мне кажется, что начались выборы мэра города уже. Нет, еще, наверное, рано. Это дискуссия очень похожа. Это тренировка. Это прелюдия. Я думаю, что сегодня такой день, когда мы должны обсуждать фундаментальные стратегические вопросы, и перемены начинаются... Сергей, мы вам ни в коем случае не затыкаем рот, поймите правильно, но... Дело в том, что вот гость наш французский, Бернар Леви, успел сказать, что последовать на его взгляд, последовательность должна быть такой. Сначала завершить войну, и потом начать реформы. Вот тогда президент станет великим реформатором. А ведь... А разве последовательность должна быть именно такой? Что нам мешает бороться с коррупцией сегодня? Ведь если мы говорим о результатах Майдана, то есть мы сегодня подводим определенный итог. И мы знаем, что система жива. Систему никто не разрушил. Никто не наказал виновных. Вот ведь в этом ужас. И утешает только то, что приходят новые политики, приходят новые политические силы. И несмотря на то, что система не разрушена, она обречена. Мы ее точно сломаем. Сергей, я просто обещал Виталию, что мы его отпустим чуть пораньше, да? Спасибо большое. Спасибо большое. Хорошего вечера. Вот, спасибо. А вас... А вас Штирлиц, я попрошу остаться. Так вот, Сергей Каплин займет, как мы ему разрешили, место. Но только здесь, не в Рим. Насиженная Виталия. Или это претензия потом после Виталия на Мэра Киева? Ну, а все-таки вот... Это к вам вопрос, Сергей. А вот у вас нет ощущения, что очень много людей, которые, ну, как бы являют собой некую новую поросль в политике, в бизнесе. Если так вспомнить, в том числе и некоторых людей, которые работали в нынешнем правительстве, в предыдущем правительстве, то есть в том, которое было до выборов, там плохо приживаются и уходят. И оказываются невостребованными. Или это так кажется? Вот это я просто делюсь своим ощущением. Ну, они, вероятно, обманулись в своих ожиданиях. То есть те, кто пришел за месяц, успел ужаснуться и ушел, сказав, что там все жестко, грязно, и вот те самые авгивы конюшни. Но он просто переоценил свои силы, либо вообще не понимал, куда он идет. Потому речь не может идти о том, чтобы опускались руки, приходило разочарование и так далее. А не капитулируют сами, вы думаете, или, возможно, кто-то выживает? Нет, и может кто-то сказать, а вы вот или попридержите язык за зубами, или не усидите на своем кресле. Это цитата фактически из одного из разговоров. Если после этого борец за свободу и независимость сразу пишет заявление об отставке, вот и уходит. Ну, значит, это такой борец. Вам так сказали, знаете, господин Гуссовский, вы это самое, подержитесь покрепче за ваше место, а то вы можете его потерять. Что бы вы тогда ответили? Да нас и так уже начинают сумасшедшими называть. То есть дело не только популистами и социалистами, но и сумасшедшими. Ну ничего, я очень рад этому. Потому что как только о нас будут говорить, что мы хорошие, вот нынешняя власть, Я просто моделирую ситуацию. Вот вас вызывают, говорят, послушайте, что-то вы много на себя берете там. Что-то вы много там умничаете здесь. Сядьте и сидите, а то вылетите отсюда там на все четыре стороны. Ваши действия. А каким образом депутат может вылететь? Только на выборах? Нет, нет, я говорю, будьте выгоден членом правительства. Депутатов, конечно, никто не выберет. У вас версия. Владимир Ариф. Нет, просто то, что говорят, что ничего не изменилось, давайте сгадаем, а за часы Януковича майже весь бизнес був на боссе влади. От мы говорим про то, что часто чуямо, что ничего не изменилось. Сейчас мы видим успешного бизнесмена Сергея Гусовского, который в прямом эфире соперечается с владой, понимая, что его бизнес от этого абсолютно не постраждает. И вот это уже первый величезный крок вперед. Можут быть много дискуссий в среде страны, как это делать. Я вам могу сказать, что до Виталія могут быть и претензии, но никто из нынешних можно власть, которые хоть что-то стараются сделать, не является чиновником. А в Киевской администрации после Черновецкого и Попова там просто авгийские стайны. разгрести их, ну, вы знаете, Гракова у нас, на жаль, нема, какие могут в речке разгрести. Как это Кличко? На жаль. Думки гералки. Чем он хуже? Кличко, Виталій, Виталій, Виталій робит чудеса на рингу, но законы влады... Ну, не только на ринге. Вы знаете, вот когда был снегопад сильный, для многих киевлян, для меня в том числе, была большая нежность, что снег убрали за полдня и город не встал. Ну, это первое, за много лет, да, киевская влада выиграла у снегопада и ранковые пробки перетворились в вечере в зеленые улицы и это важно отзначити. Но мы будем дискутировать, мы много можем дискутировать, а изменения, уже тектонические изменения в обществе уже есть и они будут продолжаться. А можно про изменения, а я бы сказал про другое. Вот одна из новых тенденций, тенденции позитивных. Вот господин Гусовский, он представляет, как бы, на новую волну в Киевраде. Немало новых депутатов, известных журналистов, общественных деятелей появилось в Верховной Раде Украины. Казалось бы, вот новизна, новая волна и действительно много нового появилось в парламенте. Но что меня удручает? Я вот смотрю в пятницу трансляцию Верховной Рады и вижу пустой зал парламента, ребята, пустой зал парламента. Я сейчас не конкретизирую, понимаете, вот, что получается? Старые привычки уже и у новых депутатов. Да, когда нужно, проголосовали, там решили вопросы, а когда нужно контролировать... А что делать? Ваше предложение? Нет, я хочу вот услышать мнение депутатов. Почему так происходит, во-первых, в том числе, многие новые депутаты, которые пришли в парламент, почему же они игнорируют заседание парламента? Это ведь тоже работа. святое. Ну, я понимаю, да, я могу... Ваша версия, как с этими болезнями старыми бороться? Вы поставили питание, давайте, дозвольте, відповісти. Зал, на жаль, пустіше тоді, коли починається формальна процедура зачитывание депутатских запитов, яких, зазвичай, за два тижня накопичуется дуже и дуже багато. Для того, чтобы... Владимир, выступают министры, да, прокурор выступал. А что, это не является частью вашей работы, извините, слушать депутатские запитки? Это название, понимаете? Зачитывается название, это прозвище депутата и тема запитов, которые потом в системе Рада в ОВЮЕ, они просто отображаются. И поэтому в этот момент, иногда выходят, это уже после того, как происходит День Уряда и возможные голосования. Но, да, я согласен с вами, что поражней зали в этот момент нет. А воно поражней десь на... Ну, оскільки я сиду весь час, я могу сказать, десь на 1,5, возможно, на четверть. Что, обман зрения? Давайте так, давайте так, у нас минулого... Давайте минулую пятницу згадаемо. Всі закони, які были потрібно ухвалити, були ухвалення... Владимир, бывают історії, коли Гройсман предлагає двері закрывати. Да, да, да. Владимир, а у меня, кстати, к вам вопрос сразу же, Андрей, извините. А может быть, у вас єсть рецепт, как у политолога, как заставить работать? На самом деле, я думаю, что над этим надо думать, потому что і в прошлом составе парламента у нас було много прогульщиків. Думаю, що і зараз час. Время от времени треба проводити аудит, во-первых, фракціям, але є нефракційні депутати, я думаю, секретаріат Верховної Раді должен займатися. І, кстати говоря, це предмет гласності. Вместе с журналистами, можливо, да, хто прогуливає. І, думаю, що вже якраз на цій сесії, можливо, стоїть подумати над внесенням змінений в закон о статусі народного депутата о санкціях. Це невозможно. Почему невозможно? Я вам скажу, в целом ряде стран мира є санкції для депутатов, які пропускають засідання парламента. Я в прошлом созыві зарегистрував законопроект, вернее, змінення Конституції, котре предусматривали. Якщо ти негодяй, пропускаєш 5 засідань на протяженні сесії, ти теряєш депутатський мандат. Якщо б ви знали, подожди, я вам скажу просто правду. Якщо б ви знали, як тяжело мені було собрать 150 підписів для його регистрації як законопроекта, і знаєте, хто не давав ці підписи? Те, хто желчу ісходять на трибуні Верховного Совету, защищая словами простих, обычних граждан. Це було прожливе сази, а зараз? А зараз? А зараз, давайте я сейчас предложу всем тут присутствуючим поучаствовать в експерименте. Я перевнесу этот закон і буду собираювати підписи. А вот, уважаємий телеканал «Интер» і ми другі канали підтягнем для цього діла, будуть снимати, як я буду підходити депутатам і передбагати їм поставити підписи, а потім ми посмотрим, як Верховний Совет внесет цей законопроект на рассмотрення. Вот давайте все вместе добьемся. Ну, две підписи ви вже зараз можете получить. Вот, например, Живага Костя, всем известний, один із найбедних людей, наверное, не тільки в Україні, а й в Європі. Ізвестний, як один із прогульщиків в прошлом создавлення. Послухайте, він був шість раз за двадцять лет в Верховному Совете. Він двадцять лет депутат, или пятнадцять. Шість раз був, один закон зарегистрировав, і то лоббістки для свого бізнесу. Но ми дежим йому місце. А тепер ходять? Нет, не ходять. Вон був, і все равно не ходять. Він був, і коли збирають владу Национального банку. Вот і все. Прогульщики повезли. Ви значно підсилите свої законодавчі ініціативи, якщо запропонуєте скоротити просто пополам кількість депутатів. Вже зарегістрував, щоб їх було тільки сто. Сто народних депутатів ось так для країни, як коледови в Живанні. Насправді... Оце піднято питання, воно нібито здається, що це дрібниця, але я вважаю, що це абсолютно не дрібниця. Це дуже показовий симптом. І те, що в п'ятницю під завершення засідання лишається 30-40 депутатів в залі, я не хочу, щоб наакцентувати увагу, але і в минулому сликанні, і в цьому сликанні вся свобода завжди на місці. Але основна проблема в тому, що це ж не єдина проблема парламенту. Давайте відверто говорити. Є багато речей, коли є коаліція 300 плюс голосів, і ця коаліція дуже часто не може прийняти необхідні рішення. Інколи наших сім голосів свободів, які не є в коаліції, необхідні, щоб ці рішення прийняти. І це не раз таке буває. Так само ситуація з напкодавством. Ну це ж теж питання, а чому в минулому сликанні блокувалися місяць, місяць, місяць блокувалася трибуна, тоді от ми от разом з ударом, тоді з Батьківщиною блокували, щоб навіть аж до розпуску парламенту говорили, що при Клинець 15-го. А в цьому парламенті багато представників коаліції знов цим займається, вже нібито. Демократична влада і так далі. І ви знаєте, тут проблема в тому, що державю, от може бути з минулим парламентом. І на жаль, державю не тільки з минулим парламентом, а взагалі, ця ситуація політична сьогодні, може бути дежавю з 2005 роком. Оце найгірше, що може бути. Оце не можна допустити, не можна допустити реваншу. Давайте не будемо приглашати прогульщиков на наше ток-шоу. І призовем колег з нашої дирішній станції. Дайте дівчинкам слово хочуть висказати. Дівчинкам, пожалуйста. Я все-таки хотіла повернутися до тієї теми. Сьогодні день шанування Небесної Сотні. І це дуже важливий день. Це Ірина Велігіна підключається к розговору. Батьківщина, в прошлом екс-губернатор, в прошлом губернатор Луганської області. Ви знаєте, сьогодні на Майдані я бачила дуже багато луганчан, які прийшли шанувати пам'ять Небесної Сотні. Ці луганчани були рік тому на Майдані. Але я не побачила тих людей, яких терористи, сепаратисти знищили в квітні, в травні і в червні тільки за те, що вони були на Майдані і допомагали будувати нашу країну. І я хочу сказати, що це також, можна їх, що це герої Небесної Сотні. Бо вони загинули за незалежність нашої держави. Вони загинули на Луганщині. І коли стає питання, чи Луганщину потрібно ділити, чи Луганщина повинна залишатися на території України, то я хочу сказати, що це не риторичне питання. Дуже багато луганчан загинули за незалежність Луганщини, за те, щоб Луганщина була на території України. І сьогодні, що від нас вимагає суспільство, і що від нас вимагає український народ? Це перше, те, щоб були покарані люди, які причепні до вбивства Небесної Сотні. Щоб були покарані люди, ті, які привели терористів і сепаратистів до нас, на нашу землю. Тому що ми знаємо імена цих людей. І те, що спочатку взяли Єфремова, потім відпустили Єфремова. Подивіться в інтернеті, є відео, де йде засідання Державної Думи Росії. І де сидить Єфремов там, і де сидить депутат такий Горохов, і Медянік. І вони закликають Росію ввести свої війська на територію України. І це є. І суспільство це чекає. І суспільство хоче бачити український народ покараних тих людей. Тому що те, що відбувається зараз на сході України, і де був підписаний Мінськ-2. Але ж всі розуміли, що те, що відбувалося в Дебальцево, то ті хлопці, які там, вони розуміли, що Путін на цьому не зупиниться. Я розумію, що це добре, що притягнули Путіна, і що він поставив свій підпис на цих документах. Але дійсно, що вірити Путіну і вірити Росії практично неможливо. Ми повинні продовжувати дипломатичні зусилля. Ми повинні. Але ми повинні і усмідовлювати те, що у нас війна. І серйозна війна. І ви знаєте, коли йдеш по Києву і бачиш, що в кафе сидить молодь, музика і весілля, то зразу згадуєш тих хлопців, які зараз знаходяться там, на передовій. І тому я вважаю, що кожен українець повинен усвідомлювати те, що є війна. Ми повинні звертатися до світового суспільства і просити їх надати нам летальну зброю. Ірина, відповідаємо, що річ зашлася о мировому сообществі. У нас сейчас мировое сообщество підключиться к нашому розговору. У нас на связі Берлин, а в Берлине в телевизіоній студії журналист Deutsche Welle, Никита Жолквер. Никита, добрий вечір. Добрый вечір з Берлина, Евгений. Канцлер Меркель, федеральне правительство Германии Наверное, зараз дуже переживають по поводу того, що Минські договорінності, Минські договорінності 2, які скреплені їх авторитетом, якщо не підписюю, то гарантиями госпожі Меркель, яка є сьогодні признанним лідером Європи, не виконяються. Як ви считаєте, що може зараз зробити Гермія, щоб все-таки добитися виконання цих договорінностей? Як далеко може пійти лично фрау Меркель? Ну, во-первых, Евгений, здесь в Берлине считають, що у Минська 2 все-таки ще є шанс. Хоча, кажуть, що, якщо спрашиваєш правительство, можна ли считати Минськ 2 похороненим, відповідають, ні да, ні нет. Але, тим не мене, шанс на реалізію цих Минських договорінностей здесь ще видят. А що касається возможних альтернатив, то їх у немецкого правительства практически нет. На какой-то военный вариант решения этой проблеми или военное участие в решении этой проблеми Германия ніколи, ні при каких обстоятельствах не пойдет. Поэтому единственный возможний для Германии она не пойдет по нескольким причинам. Это абсолютное табу. Есть историческая причина. И, наконец, Германия, і канцлер ФРГ прекрасно понимає, чем може закончитися военное участие. Гипотетически, если предположити, участие немецких военнослужащих в урегулировании этого конфликта на той или иной стороне. Ну, ясно, на какой. И поэтому у Германии остается только тот подход, которым она руководствуется все последние месяцы. Это три момента. Первый момент – экономическая и финансовая помощь и политическая поддержка Украины. Второй момент – попытка все-таки не оборвать нить диалога с Кремлем и с Москвой. И третий момент – это наращивание спирали экономических санкций. Только такую возможность видит Германия в своем участии в попытке урегулировать конфликт на востоке Украины. Евгений? – Скажите, Никита, говорят, что канцлер Меркель была раньше в хороших отношениях с Путиным, а потом у нее постигло глубокое разочарование. Вот есть ли у нее личный мотив, условно говоря, наказать российского президента, который совсем не таким, как она думала, оказался? – Никита. – Вы знаете, Евгений, судить о том, как относится Ангела Меркель лично к российскому президенту, можно только по ее мимике. И эта мимика достаточно красноречива. Она очевидно разочарована в том человеке, которого она воспринимала как друга Германии и так далее. И хотя сама она это не говорит, но из ее окружения говорят, цитируют ее так, что с ее точки зрения Путин живет в другой реальности или просто оторвался от реальности. Но когда она ведет переговоры с ним, как говорят источники из ее окружения, она старается отбросить все лично и вообще не упоминать, что было в прошлом, не пытаться возлагать вину за те или иные события, которые уже произошли, а говорит только о настоящем моменте и о перспективе на будущее. — Скажите, Никита, последний вопрос. А есть ли, ну, скажем так, элементы какого-то разочарования в отношении другой стороны? Я имею в виду, вот мы все говорим, что Европа нас поддерживает, Европа на стороне Украины, Европа будет помогать все больше и больше. А нет все-таки каких-то критических ноток? — Вы знаете, Евгений, в последние несколько недель или, может быть, пару месяцев роль Германии несколько изменилась в подходе к урегулированию этого конфликта. Еще весной и летом прошлого года, и даже осенью, Берлин воспринимал себя как некий посредник в урегулировании конфликта и более или менее стоял на стороне Киева. То, что симпатии к Киеву и к новой власти в Украине у Германии остались, или у правительства Германии остались, это факт, это сомнений не вызывает. Но постепенно то терпение начинает иссякать, которым действительно можно позавидовать только терпению, которым обладает министр иностранных дел Германии Штайнмайер и сама канцлер Ангела Меркель. И, по моим сведениям, растет недовольство и тем, как ведут себя киевские представители на переговорах в нормандском формате. И вот недаром у меня перед глазами сейчас стенограмма пресс-конференции сегодняшней Ангелы Меркель и Франсуа Оландо в Париже. Так вот, Франсуа Оландо вполне недвусмысленно дал понять, что ожидает от всех сторон, и он специально упомянул украинскую сторону соблюдения минских договоренностей на прошлой неделе, которые были достигнуты. Например, в той части, где речь идет об отводе тяжелых вооружений от контактной линии, то есть от линии фронта. А кроме того, это последнее, что я хочу сказать, в Германии обращают внимание не только на то, что происходит на востоке Украины, но и на процесс реформ. И совершенно очевидно, многие немецкие эксперты и депутаты Бундестага, которые бывают в Киеве, не очень удовлетворены ходом этих реформ, темпом этих реформ, и настаивают на ускорении процесса административной реформы, реформы судебной системы, экономических реформ, налоговой и так далее. Так что тут есть о чем говорить, и нельзя сказать, что Германия и официальный Берлин беспрекословно поддерживает и во всем поддерживает правительство Украины. Владимир Фисенко хотел бы присоединиться к разговору. Никита, у меня вопрос как раз по позиции господина Штайнмайера. Господин Штайнмайер понимает, как отводить тяжелое вооружение после Дебальцева. Где гарантии того, что после отвода тяжелого вооружения сепаратисты не займут Мариуполь или другую часть украинской территории, как уже было в прошлом году? После Дебальцева риск таких действий со стороны сепаратистов огромный. Как тогда отводить тяжелое вооружение? Это был, повторяю, вопрос Владимира Фисенко. Это говорю для нашего гостя. Владимир, понимаете, у Германии ничего другого не остается, кроме как надеяться на выполнение минских договоренностей Минска-2. У Германии просто нет другого варианта, нет альтернативы. Американцы говорят, что они могут начать поставлять вооружение для украинской армии. Но для Германии это исключено. Я уже объяснял почему. И позиция Германии, может быть, легче понять ее, если внимательно слушать то, о чем говорит канцлер ФРГ. Может быть, не всегда осознанно. Но она, например, приводит в качестве образца для подражения западный подход в 61-м году, когда здесь, в Берлине, при помощи, естественно, Советского Союза, строили Берлинскую стену. Так вот, на Мюнхенской конференции она сказала, что вот посмотрите, как тогда правильно, мудро поступил Запад и Америка. Она не стала, Америка, вмешиваться военным образом, там, сносить эту стену. А благодаря усидчивым дипломатам, благодаря дипломатическим усилиям, настойчивости, мирным, и именно усилиям западной дипломатии, в течение 28 лет эта проблема была решена, и Германия воссоединилась, а Берлинской стены больше нет. Понимаете, вот о чем идет речь. Вот какой временной горизонт представляет себе канцлер ФРГ для решения этой проблемы. Поляк, да. Это только в том, что война иду сегодня на территории Украины, а не на территории Немеччины. И это первый момент. Другой момент. Если мы сравним с Немеччиной 1961 года, то Украина на сегодня не имеет плану маршала. А Немеччина тогда его мало. И если бы Украине дали план маршала, то есть гарантии будут так. Знаете, это как певная морква такая. Давайте тогда, я думаю, и реформи пошли бы гораздо быстрее. Мы не можем разраховывать на что. На что мы будем спираться. Потому что разграбована края попереднюю владу, просто не знает, чи не сломают некоторые пропозиции, и их ребят. Мы не можем тоже это понимать. А что тут броя? Что тут броя? Что тут броя? Да, секундочку. Совершенно верно. Давайте не будем забывать, что... Давайте мы не будем забывать, что перед нами просто журналист Дойчегелли. что у нас осталось буквально 15 секунд, мы только успеваем попрощаться с Никитой. Мы просто поблагодарим его и попрощаемся. Он просто рассказывает о настроениях в Британии... Никита, мы вынуждены с вами попрощаться. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. И самое главное, что с оружием... Давайте... Вот сейчас мы... Я бачу, действительно, в многих виданиях, закордонных, там, New York Times, на сайте Reuters, з'являются статьи с одной такой тезой. А это смертельно небезопасно для Захода озброювати Украину. Давайте мы повернемося. По-перше, я сейчас готовлю сам свои ответы и надсилаю в аудиторию опинион на сайте видов, с тем, что, возможно, меня разместят не на комерийных подставках, а платить мне ничем из своей зарплаты. Но я вам могу напомнить, первое, в Будапестском меморандуме, Украина отдала Российской Федерации 1420 боеголовок ядерных под гарантией безопасности. И другий момент. Сгадаем войну в Афганистане. Тогда и радянские войска проходили вперед достаточно активно. Но после того, как начались поставки стингеров банджахедов, то и война начала сходить... Знаете, что в Афганистане было убито больше 100 тысяч афганцев и готовы к тому, чтобы здесь было такое? У нас до всего уже идет. У нас гинут люди кожаные. Нет, вы поймите, что там была война с использованием авиации, танков, всего-всего. Вы пропуете сдать? Это будет кошмак. Никто не предлагает. Но, Владимир, я все-таки хотел... Я все-таки хотел... Что называется, одно замечание сделать, пока оружие сюда поступит. Он будет уничтожать все. Ведь мы же понимаем, не можно было ничего делать в Крыму, не можно было ничего делать в Донецке, в Квитне, не можно было ничего делать на Грушевского, на Майдане. Потому что Путин гадерну Богу на нас. Он ждет. Так он и так не чекает, он наступает. Он продолжает войну. Не получится никакого оружия. Не получится никакого оружия. Оно будет уничтожено. Можно секундочку? Ну, давайте, если так, то все, капитуляция. Статьи, которые появляются на то, что называется opinion pages, на полосах для выражения мнений очень многих западных газет, будь то американские, английские. Мы же прекрасно понимаем с вами, пусть другие люди поймут, что есть силы, которые на Западе выступают за то, что называется business as usual. За ними часто стоят крупные корпорации, которые в результате санкций, введенных против России, потеряли массу денег. У этих людей есть лоббисты и в парламентах, и в правительствах, и в прессе. И там тоже ведется идейная политическая борьба на страницах печати. Это не потому, что они не верят в то, что им не выгодно, чтобы, скажем, в Соединенные Штаты или какая-то европейская страна поставляла оружие. И абсолютно верно. Я могу сказать, наш коллега из Берлина сробив невеличкую манипуляцию, что он нас не слышит. Но для чего сейчас логика минских переговоров? Я могу абсолютно четко сказать, видно, ни Меркель, ни Оланд уже давно не верят в Путину. Они уже все знают, с кем они имеют право. Но вот тот бизнес, который действительно втрачает свои певные пребывки, которые он получил через связи с коррумпированной российской владой, он должен на сегодняшний день степ-бай-степ, крок за кроком понять, что он бы втратил все одно. Потому что не можно мать право, а для нёмцев это важно, с той человеком, которая не поддерживает своего слова и брешет напрямую. Бесмарка, давайте вспомнимем что до угод с Россией. Они должны переконаться наочно, чувствовать это все на себе. Но если им это сказать, просто сказать, пан Фритц, не ведите бизнес с Россией, потому что она плохая. Нет, он скажет, что она не плохая, и будет с ней вести бизнес. Ему нужно довести. И Минские угоды, все эти дипломатические кроки, они саме спрямованы на то, чтобы крок за кроком это довести и за интересным словом, и властное общество. В Западном, первое за все. Я понимаю, что Украина женского рода, но сколько можно их гвалтовать в всем мире? Эти сотни лет. Сначала выбрали в нас ядерную зброю. Нам вместо этого дали папирец, что когда-то, если будет небезопасная ситуация, нас будут защищать. Порушили все договоренности. Как Путин порушает договоренности Минские, так же весь штат, премьер-министр Великобритания, лидеры стран, которые подписали Буддафешский меморандум, какие должны были быть действия? Я поясню. Я поясню. Вы знаете, эта проблема, которая на Сходе, которая была в Крыму, она же не выникала. Танки российские не заехали туда за один день. И поверьте мне, что про план Малахеева, про который рассказал нам поважный журналіст. У меня до него есть вопрос о его реакции на действия или это план Суркова, или его участие. Какое-то много подозрелого в его реакции. Этот план спецслужбы всего мира знали давно. И нужно было защищать Украину, потому что спецслужбы всего мира, руководители других стран, чудово понимали, кто такой Путин. И все у Путина видели, на столе одна очень интересная книга, которая называется «Третья империя». Так вот в этой книге и Немеччина, и Франция, и вся Европа в складе России. Чтобы вы понимали. Третя. Знаете, вот тут поважный представитель из Франции, философ, очень поважный человек сказал правильные слова. Вы умирали с европейским прапором, зерками на Майдане. Сейчас мы защищаем так же на сходе европейские ценности. Так вибачьте, хіба тоді не можно поднять заднее место, увеличить количество европейцев, европейских политиков, и защитить Украину, пришвидшить решение о санкции. Так вы втратите миллиарды, но вы сохраните мир в всему свете, потому что не будет третьей седовой войны. Я разговариваю с украинцами, и они складываются впечатления, что эти круглые столи и минские договоренности приводят до того, что Путин в принципе выполняет свою, как в фигурном катании, обязательную программу. Просулается дальше, до Маріуполя, робит шлях до Крима и фактично замыкает свою першу этап формирования своей империи. Пропозиции у меня наступные. Первое, мы должны занять более жесткую позицию в переговорах с европейцами. Пора им говорить о определенных обязанностях, их нужно нести. В соответствии к Будапештскому меморандуму и просто совести. Совести перед этой несчастной нацией. Друге, стали требовать беден городворцев, помогать Европе это объяснить им, что это не лишь проблема Украины, а мы их просим, молим с Вертутином. Это их проблема так же. Они должны вспомнить, что радянские войска стояли в Берлине еще 25 лет тому. Еще Берлинская стена, про которую уже сегодня говорили, это все было совсем недавно. Прага 68-го, Будапешт 66-го это все было буквально. Если они не хотят сейчас все повторить, то они должны нам помогать. Это их интерес. И это сейчас потому что при всей повазе, Сергей, я поддерживаю, несловно, до совести, в політице, в святом ніякой апелляции. Вы думаете, в Европе нужно просто говорить в этих интересах. Я прошу их интереса. Совести нет. И дозвольте, я закончу. Дозвольте, я закончу. Друге, говорят, в Украине не происходит реформ. Вы знаете, у меня тоже складывается впечатление, что это привод динамику и изменения переговоров. И, соответственно, увеличивать тиск на Россию. Допоможите Украине, но не так, как это сейчас. Когда приезжает Международный валютный фонд и говорит «Подвищуйся пенсийный век». Я хочу сейчас встать и вклониться Павлу Розенко, что он закутил истерику Яценюка, который уже поднял руки перед Международным валютным фондом и погодился подвищивать пенсийный век, переконав его не делать, а занять жесткую позицию. Я разговаривал с теми, кто проводил реформи. И, до речи, это наша с Павлом такая работа была. Я говорил «Я введу сотни тысяч профсилок и мы не дадим опедвищать пенсийный век для женок и для членов. Потому что люди будут рады на работе. У нас критичная ситуация. И последнее. В середине страны мы должны добиться порядка. Что дав Майдан нам? Он дал нам одну очень серьезную вещь. Яценюк, Порошенко и все другие Кличко не Янукович. И мы должны формировать на улице в экспертном среде народную опозицию. И через проспилки и общественные движения должны их работать так, как это должны делать настоящие реформаторы. Я зарегистрировал закон. Я зарегистрировал законопроект. Но мне соромно, что мы так раздражаем небесную сотню в том, что мы позволяем Ефремову выходить под заставу. А где эти деньги, как они заработаны? Полтавская область за 10 миллионов гривен вышел под заставу. Так измените закон. Я зарегистрировал законопроект. И я тоже на коленах прошу вашей поддержки. За собой массовой информации. Чтобы каждый, кто даёт заставу за то, что подозрено, объяснил, а где эти деньги? Чи законно они заработаны? И чтобы судья мог переверить похожие этих грошей. И если они незаконно заработаны, хай то не гидят гният и въезды в том СИЗО десятки роков. Я прошу прощения, господа. Спасибо за аплодисменты. Вот на этой ноте ставим точку с запятой и нас просят прерваться на рекламу. Мы переходим к заключительной части очередного выпуска «Чёрного зеркала». Это главное политическое ток-шоу на нашем канале. Мы продолжаем разговоры. Мне бы сейчас хотелось предоставить слово ещё одному нашему гостю, который здесь рядом со мной тихо сидит. У вас нет петли, поэтому Олег, вооружитесь микрофоном, а я вас представлю. Здесь у нас Олег Панфилов. Он к нам приехал из Грузии. Ну вот бывают грузин по фамилии Олег Панфилов. У нас министр здравоохранения по фамилии Сергеенко. Только микрофон, пожалуйста, держите около рта. Значит, профессор университета Святого Ильи, так это называется сейчас Двилийский университет, да, я так понимаю. Человек, который, насколько я понимаю, лично знает большую часть людей команды грузинских реформаторов, команды Михаила Саакашвили, многие члены которые сейчас переместились к нам в Киев и даже вот тут шутят, что так глядишь, если дальше дело пойдет, то на следующих парламентских выборах будет партия бывших грузин, которые влились в стройные ряды украинских реформаторов. Нет, Владимир Арьев мне напомнил анекдот свеженький о том, как начинать заседание правительства Украины. Да. Доброго ранку, панове. Гамаджо бадгенадсвай. Ну хорошо, все-таки вот вы хорошо знаете опыт грузинских реформ. Вот что бы вы могли посоветовать по-профессорски Олег чтобы посоветовать вот людям, которые сейчас пытаются все-таки притворить в жизнь те мечты, те надежды, те чаяния, которые были у людей, которые вышли год назад на Майдан и которые гибли год назад на Майдане. Ну, мне часто приходится в Украине, я уже летаю каждый месяц, потому что мы здесь создали школу реформ, примерно то, что было в Грузии 10 лет назад и эта школа подготовила реформаторов. Вот сейчас мы открыли эту школу в Киеве и уже готовим украинских реформаторов. Это школа, в которой читают лекции бывшие министры, заместители министров. Вот читал Сергий Капанадзе, бывший заместитель министра иностранных дел. Была моя неделя, потом будет Хатия Диканаидзе, бывший министр образования. То есть мы хотим подготовить поколение молодых реформаторов, потому что в какой-то степени я все-таки считаю, что реформы целесообразны и будут действенны, если их будут проводить молодые люди. Несмотря на мой возраст, я все-таки считаю, что реформы и кардинальные изменения и политики, экономики и общественной жизни, это возможно уже только с новым поколением, потому что, к сожалению, на нас, 50-40, даже 40-летних висит то Ермо, которое в Киеве в качестве памятника русско-украинской дружбы, вот это Ермо тянет. Во-вторых, я пытаюсь отвечать на вопросы о том, что могут сделать реформаторы в Украине, все-таки думаю, что хорошо сравнение по поводу рыбака, получившего удочку, а не рыбу. То есть грузинские реформаторы, конечно же, создавали свои реформы в своих условиях. Если бы вы видели Грузию того времени, до 2004 года, ну, это почти полное отсутствие света, электричества, плохие дороги, высокий уровень криминала, а просто отчаянная коррупция повсеместная, и поэтому ту реформу создавали в условиях, когда уже ну, просто по-другому жить было невозможно. Олег, ну мы о реформах Грузии говорили уже в этой программе, но как сейчас вы видите реформу в Украине? Какой-то один конкретный вопрос. Да, да, да. Ну вот просто на чем-то конкретном сосредоточиться. Вот смотрите, вы очень много занимались такой темой, как экстремальная журналистика, правильно? И вообще можно считать на постсоветском пространстве один из авторитетных специалистов по средствам массовой информации. Вот условно говоря, если говорить о данной конкретной теме, да, вот для того, чтобы обеспечить свободу и независимость прессы, которые вызывают в третий раз, говорю, у нас определенные тревоги. Хорошо, что нужно сделать? Тогда я скажу, что происходит в Грузии с тем, что мы называем свободой слова. Как раз это то, что я рассказываю, будущим молодым украинским реформатором? во-первых, и я думаю, что главное, что нужно сделать в Украине, это уже просьба к депутатам, это поправить Конституцию в той части, в которой это поправлено в Грузии. То есть отменить монополию государственных мест. И сейчас в Грузии нет практически... А что в Конституции написано в грузинской, извините, я даже не знаю, то... Запрет на государственную монополию медиа. То есть у нас нет ни одного государственного канала, у нас нет ни одной государственной не может быть канала. Как же так? Нет, у нас есть общественное телевидение, причем на постсоветском пространстве действующее общественное телевидение, которое, правда, получает деньги из государственного бюджета, 0,13 ВВП, но есть мощный наблюдательный совет, который состоит из разных партий и оппозиционных представителей, рекомендованных этими партиями. И на телевидении мониторит ежедневно выпуски новостей, посекундно считает, чтобы, не дай бог, какая-то партия получила больше эфира, чем другая. Подожди, Олег, а вот, извините, напомните, мне такое ощущение, что все-таки там были какие-то эпизоды, когда отбирали у одних собственников каналы, отдавали другим или я путаю? Ну, это немножко преувеличено. Дело в том, что действительно были проблемы с телевидением, потому что часть телеканалов были скрыты в офшорах, ну, потом, после нескольких скандалов было принято решение, и, по-моему, даже законодательное, и теперь они все открыты. Вот. Второе... Но при этом, как бы, есть некая гарантия того, что государство, у них не отберет, потому что государство не имеет права... Нет, государство не имеет права иметь телеканалы. Во-вторых, такая очень важная вещь, как отсутствие в уголовном кодексе статьи, преследующие журналисты, впрочем, в Украине тоже нет такой статьи. У нас нет института аккредитации, то есть любой иностранный журналист прилетает и с трапа самолет едет, куда он хочет, и делает все, что он хочет. Сергей, вы с чем-то не согласны? Сергей, вы с чем-то не согласны? Я хотел бы задать уточняющий вопрос. Точнее, сначала такой вопрос, который больше, может быть, шутка, да? Сергей, Сергей Капинадзе, Капанадзе, это грузинская версия Сергея Каплина? Меня зовут Сергей Каплина. Второй вопрос такой. Посоветуйте, вот я представитель профсоюзов в Верховном Совете Украины, и коллективы, трудовые коллективы журналистов Интера, 112-го и ряда других каналов доверили мне представлять, в том числе Верховном Совете и защищать их интересы. Сейчас сложилась очень сложная ситуация. Каждый из таких каналов получили по несколько предупреждений. И сегодня государственная машина, которая контролируется сегодня властью, может в принципе приказать суду забрать у них лицензию. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса. То, что сегодня именно государство контролирует суды и что в судах невероятная коррупция, подтверждает другой факт. Я вот и хотел бы вашего совета. Я вот борюсь за то, чтобы защитить одного честного судью, который принял решение не выполнять преступный приказ главы апелляционного суда Черкасской области. Судью зовут Сергей Бондаренко. На него сейчас заводят уголовное дело. Он дал показания. Его фактически уничтожают. Я хочу передать привет главе апелляционного суда. И я думаю, что вся Украина сейчас передает. Мы добьемся справедливости. И хотя бы один честный судья, но будет защищен в этой стране. Вот вопрос. Что делать сегодня тысячам журналистов, которые могут оказаться на улице? А на их месте будут те, которые будут обслуживать власть. И мы не будем слышать правду о реформах, правду о коррупции. Вернее, отсутствии борьбы над коррупцией. Выходите. У меня есть предложение. Я встречался с коллективами и предложил, что нам, собрать эти несколько тысяч с семьями, это будет 10-15 тысяч журналистов украинских, заклеить скотчем рот и выйти под органы государственной власти, выйти под посольства европейские. Вы это можете, потому что я уже много лет слежу за тем, что происходит в Украине и насколько активны журналисты. Я помню эти огромные акции в защиту Гангадзе. Я помню эти удивительные акции, когда львовские журналисты на подводах везли тыквы к Верховной Раде. Активность хороша, но мне кажется, что потеряна какая-то связь времени, может быть, это связано со временем президента Януковича, но приближать не только государственную систему, но и приближать журналистику к современным стандартам, это сейчас ваша первая задача, потому что не может быть современным государством со старой журналистикой. Я спасибо большое, но я каждый день читаю украинские сайты, и когда вижу довольно странную подачу информации, иногда очень ироничную, я бы сказал, даже ехидную, иногда откровенно ангажированную, в условиях войны никто же не скрывает, что все-таки война, хотя не объявлено военное положение, вести себя как-то в поддержку войны очень странно. Хорошо, хоть сейчас не стали публиковать фотографии украинской техники, маршруты ее передвижения и так далее, слава богу, дошли до этого. Но я обеспокоенный вот этим своеобразием украинской журналистики стал спрашивать своих украинских коллег, по поводу того, но почему же нет саморегулирующей организации? Это единственный нормальный орган, созданный самими журналистами и способный разбирать конфликты и... Это как стоп-цензуре по-новому или как? Нет, у нас уже и организация сложная с том, что к ним не прислушаются. Кристина не разу еще не говорила. А пришла я сегодня, чтобы сказать именно в этот день то, что я хотела сказать. Я сегодня видела и по соцсетям, и была на Майдане все, и вижу, насколько украинское общество устало за прошедший год. Слишком много стрессов мы перенесли, слишком много смертей, все. и, к сожалению, общество продолжает бороться со своими проблемами само, обеспечивает армию волонтеры, да, и мы сегодня, вот сегодня тоже много и политики здесь в студии говорят, что все, общество хочет реформ, и год назад общество хотело реформ, все, время истекает, нужно работать, нужно быстро работать, потому что тот же Запад, на который есть претензии у политиков, он теряет доверие к Украине как партнеру, потому что нет реформ, поэтому, да, нужно, нужно, и, простите, немножко путано, но, хочу привести два примера о том, о чем говорили нам представители общественных организаций, которые мониторят коррупцию, что в прошлом году, к сожалению, были коррупционные скандалы в Министерстве обороны, Министерстве здравоохранения, это то, где сейчас в условиях войны нельзя воровать ни копейки, ни копейки, потому что это зависит от этого, наша жизнь, каждого человека на фронте и в обществе, поэтому я призываю политиков, я не знаю, государственных чиновников, все, нельзя, нельзя воровать, а если политики отказываются это исполнять, то назначить такой суперстрогий антикоррупционный этот комитет или орган, который просто будет садить всех и вся, но обрежет эту коррупционную составляющую. Кристина, это как будто разные миры, понимаете, вы говорите о тех проблемах, которые очень срочно нужно решать, а власть у нас борется зачастую с ветряными мельницами. Никто и вас не услышал. Да, ну, к сожалению, не это решают, а борются с ветряными мельницами, закрывают эфиры, пытаются лишить лицензии каналы. Сергей, у вас, кроме этого перформанса прекрасного, наверное, заклеивания ртов скотчами, какие-то более реальные механизмы есть по защите журналистского сообщества? Безусловно, я думаю, что журналисты украинские, а это, как правило, люди, которые получают какой-то чуть выше средней зарплаты или средней, у которых семьи, которые не найдут себе работу, потому что количество каналов ограничено, а они из другой среды, из среды, которая говорит правду, которая защищает право людей слышать правду. Ведь мы бы не слышали с вами никогда о том, что продолжаются системные взятки в фискальных органах, о том, что продолжают гаишники брать деньги на дорогах. Мы бы не слышали правду о том, что выносят миллионы долларов из Укрзалезницы, и мы бы думали, что система начала жить какой-то новой жизнью, если бы не было журналистов. Вообще, я считаю, телеканалы и, по большому счету, украинскую журналистику, а именно украинский журналист, кстати, начал революцию гидности после его поста Мустафы Наема собралось сотни тысяч людей. Это нужно помнить, и мы в долгу перед украинскими журналистами, что мы нагнали Дегодира Януковича. Верховная Радия, Сергей, как еще целая группа, я вот смотрю на экран, там ходит в Верховной Радии целая группа журналистов. Они собираются защищать свободу слова? Безусловно. Они, наоборот, там весьма революционные в кавычках законы продавливали. Некоторые ребята, которые, что называется, десантировались в зал из балкона прессы и неожиданно оказались в роли соавторов, ну, скажем так, законов сомнительного свойства. Я упомяну Владимира, потому что я рад тому, что я наконец с ним познакомился и слежу за его творчеством много-много лет. Вот. Способна ли сейчас украинская журналистика проводить журналистские расследования? Мне кажется, что в этой ситуации больше просто говорят, а не занимаются конкретным делом. Перед вами сидит человек, который является, кроме того, что депутат ведущим программы Народная прокуратура. Замечательная сеть. За спиной расследования десятки расследований. 46 миллионов, это огромная страна. Но речь о другом. Речь о том, что мы должны обеспечить простому украинскому гражданину, доярки, строителю, тем, кто живет, пенсионерам, которые живут на тысячу гривен, слышать правду. Правду. Олег, можно я попробую вам ответить? Я не конкретно про себя. Хотя бы это они бесплатно могут в своей жизни получить. Хотя бы эту услугу от государства. Я вот попробую свой вариант ответа вам предложить. Понимаете, ведь очень часто власть, когда ей что-то не нравится в деятельности средств массовой информации, ведь она же не идет в лоб. Она же не говорит, что, господа журналисты, мы сейчас вас накажем за то, что вы там расследование провели, или что вы там кого-то критиковали, у вас кто-то там на программу пришел и какие-то там неправильные речи вел. А они говорят, что, знаете, у вас тут с хозяйственной деятельностью там всякие несоответствия. Условно говоря, канал покажет что-нибудь такое острое, расследовательское, или хотя бы попытку какого-то расследования, а потом к нему приходят чиновники, которые говорят, ну-ка давайте мы тут сверим вашу лицензию, сколько минут у вас такой продукции, столько минут такой продукции. Мы сейчас вам раз и в вашей лицензии не написано, что вы имеете право критиковать премьер-министра. Условно, не до такой степени, да? А потом уже, собственно говоря, люди на канале начинают думать, слушайте, а вот мы сейчас еще что-нибудь такое сделаем и нам опять придут вот эти проверяющие, найдут, что у нас что-то не в порядке, я не знаю, с проводкой или с бухгалтерией или с чем-нибудь еще, и у нас будут проблемы. И журналисты в такой ситуации начинают включать механизм самоцензуры, да? Ну, я, секунду, я вот, условно говоря, там, к вопросу о к вопросу о там, то, что сейчас конкретно происходит. Вот власть громко сказала, господа, мы не будем бизнес кошмарить разного рода проверками, так? Я не знаю, законодательно, напомните, это было как-то законодательно? моратория на проверки всех субъектов хозяйственной деятельности, 12 телекомпаний будут проверяться. Кабмин принял решение разрешить в течение ближайших четырех или пяти месяцев проводить проверки телекомпаний. Например, телекомпания это тоже предприятие, это тоже частные компании, их тоже вроде как кошмарить не нужно. Вот вам ответ. Так, кстати, Гитлер делал с газетами, и Путин, кстати, тоже в свое время. Именно с этого начинал. Но когда Женя рассказывал, мне такое ощущение, что он читает тот мониторинг, который мы составляли по проблемам российских журналистов. Да, собственно, НТВ отбирали у прежнего собственника и, по сути дела, отдавали под контроль государство, не потому, что были претензии к содержанию вещания, а был конфликт хозяйственных субъектов. Кстати, хороший пример. Я помню, Женя, когда мы собирались на акцию защиты НТВ, и пришли... Ну, это было так давно, что просто даже не верят, что такое быть могло. Пришли, пришли, по-моему, две или три тысячи человек. Вот. И всего, всего-навсего. Поэтому я в этом случае не хочу показаться защитником или власти, или каких-то собственников, каких-то телеканалов, но я призываю журналистов, всех, кто связан с журналистикой, сохранить в себе Майдан. Да, вот здесь. Сохранить. Вы знаете, я вот тут с вами не соглашусь. Пусть меня затопчут, пусть на меня будут там плевать, но я хочу сказать, что в конечном счете, понятно, частные собственники, они, конечно, плохие. Они плохие. Но в итоге они лучше, чем государство. Потому что... в любом случае... Вот какие бы они ни были, вот государство хуже. Не знаю, кто со мной не согласен. Не, ну, во-первых, всегда существует конфликт государства и журналистики. Это в Соединенных Штатах, это во Франции, это в Великобритании, это где угодно. Никогда власть не любит никакую журналистику. Единственное, что нужно искать ту форму сожительства, чтобы власть уважала журналистику как профессию публичную и влияющую на общество, и чтобы журналисты, естественно, уважали общество, передавая правдивую информацию. Хорошо, у меня вопрос к Сергею Паплеву. Я так и не понял. Когда у нас будут лицензию отбирать, вы что будете делать? Знаете, сегодня несколько телеканалов обратилась коллектива, обратилась ко мне, чтобы я обратился к своим коллегам и чтобы мы сформировали фронт защиты. Мы, во-первых, организуем не акции протеста, а массовые шествия журналистов в Киеве под посольство, в том числе Соединенных Штатов Америки, в том числе ключевых европейских государств. И мы поедем... И мы поедем... И мы поедем... И мы поедем в Европу, поедем в Европу к премьер-министрам, президентам этих стран, чтобы европейское сообщество напомнило, что эта власть, которой я тоже принадлежу, я член коалиции, была приведена Майданом, и это символично сегодня говорить. И наш курс, курс на Европу, то есть те государства и ту среду, где не забирают у простого человека слышать правду, не забирают у простого человека бороться за справедливость. Сергей, а вы докажите, а вы докажите, слушайте, тут проблема-то никто не запрещает говорить правду. Там никто этим не мотивирует. Да, только после этого отключают системно кнопки. Я думаю, что кое-кого в этой стране, а я думаю, что сейчас все, кто смотрит наш эфир, понимают, о ком идет речь, есть большая мечта, чтобы в Украине было три кнопки, как раньше в Советском Союзе. И перед тем, как что-либо показывать, в кабинет этому большому чиновнику приносили четкий план того, что необходимо показывать. Одна кнопка будет врать, что в стране нет коррупции, вторая кнопка врать будет, что в стране происходят реформы, а третья кнопка будет убеждать нас всех в том, что не нужны никакие выборы, потому что у нас изумительная страна. Но ведь это неправда, то, что вы говорите про три кнопки. И зачем мы тратим такую часть эфира на решение этой... А я вам скажу, что из высоких кабинетов на телеканалы приходят, как раньше, темники. И есть телеканалы, которым говорят, что этого депутата ни в коем случае не приглашай. Я вам открою большой секрет. Я не являюсь последним народным депутатом в Верховном Совете, депутат двух созывов. Я боролся против Януковича. Меня, кстати, должны были, как и моего коллегу, арестовать в зале Верховного Совета, и об этом Соня Кошкина написала в своей новой книге. Мы, честно говоря, но лично я... Сергей, вас перебить невозможно. Дайте слово Ирине, она вот возле вас сидит, уже полчаса руку тянет. Ирина Верегина. Я могу сказать, поддерживайте журналістів и сказать, что нам не нужно закрывать украинские канали. Нам нужно проводить серьезную информационную политику на Донбассе среди того населення, что сейчас находится на оккупированной территории. А закрывать канали, это не демократично. Я, член спилки Союза журналістов Украины, понимаю, как важно дать возможность журналістам говорить то, что оно есть. И сейчас, особенно после Майдана, после революции гидности, мы должны с повагой относиться к каждому журналісту. И я считаю, что журналісти должны объединяться и захистити украинські канали. Це принципово важливо зараз. На Донбассе одна із самых главных проблем на Донбассе возвращение к тому же самому вопросу реформ, которые все никак не начнутся. Потому что, если будет нормальный, честный суд, если будет нормальная, дирегулированная экономика, когда государство просто не будет обладать органами для влияния на прессу, вот как, например, какие-то министерства непонятные, и когда честный судья к нему придут и скажут, ну если нарушил телеканал, то тогда да, если он там, не знаю, показывает Гитлера речь в прямом эфире с утра до вечера, тогда да, закроют. Но если ничего серьезного не делать, то они не закроют. Иван, ну сейчас скисывают новое слово, что мешает даже в условиях войны, и все, и реформа государства больше ничего не нужно. Не нужно проводить марши, не нужно требовать чего-то, не нужно причать. Иван, у меня встречный вопрос. Во время войны, тяжелой сложившейся ситуации в Украине, можно реформировать судебную систему? Я думаю, да. Или война и здесь мешает? Есть тысячи, ну есть десятки стран, где судебная система работает нормально. Просто посмотреть на то, как они работают и сделать тоже, блин, самое здесь. Тогда возможно нужно желание их реформировать. Ребят, у меня вопрос там и к вам, Сергей, и Владимир, вы что-то не хотели сказать, извините, не дал вам возможность высказать. Так, говорите. Но, ну вот, к примеру, да, то, что, Иван, вот вы говорите, вот взяли один из информационных каналов, я не помню, какой, Эспрессо ТВ, взял и транслировал в эфир выступление Путина, когда он, значит, озвучивал свои планы относительно Украины. Информационный канал, да? Ему раз за это объявили предупреждение. Ну, насколько я знаю, за прямой эфир никого нельзя наказывать, потому что в прямом эфире это было элекционное решение канала. Вот я вам, как журналиста, спрашиваю. Вот правильно ли это было транслировать речь президента другой страны? Я думаю, да, потому что надо знать, что думают враги в данный момент, да, надо обладать... С юридической точки зрения. Я бы сказал, с нравственной. Нравственной, но тут нужно тогда определить нравственные критерии. И для этого, как раз, нужно создавать саморегулирующую организацию, которая будет объяснять журналистам, что показывать интервью Путина, конечно, полезно для того, чтобы политологи знали, что говорит враг. И с другой стороны, нужно объяснять, что это может повлиять на настроение какой-то части населения. это худшая реклама Путина. Тут его слушаешь, и видно, что человек болен. И всё. Это хорошо, что вы знаете об этом. Но многие об этом не знают. Я всё-таки думаю, что реформы, конечно, будут касаться не только здравоохранения, не только полиции, не только экономики, но и должна быть реформа общественного настроения. и в том числе общественной жизни, и в том числе отношения к журналистике. Давайте не будем всё-таки лицемерить и говорить о том, что в Украине такая замечательная журналистика, что у общества нет претензий. Есть? Есть. Поэтому это нужно регулировать. И это должно делать не государство. Я когда слышу слово регулировать, у меня сразу начинается нервный тик. Потому что договариваться. Не треба регулировать абсолютно. Я є доповедник. По-перше, я могу сказать, что в Америце заборонено показать Бен Ладена в прямом эфире и взагалі цитувати, ну, давать синхронный прямомовый его заяв. Только в переказе. И, вы знаете, Америка – это не остальная страна в плане свободы слова, потому что есть вопрос свободы слова, а есть вопрос безопасности государства. И, в принципе, тут должно быть действительно понимание всех сторон. И журналистов, и влады. Потому что некоторые вещи транслювать может быть надзвичайно небезопасно. Особенно в прямом эфире. Мы не знаем, что может быть. Это именно это, что касается безопасности государства. Я я доповедник парламентской асамблеи Ради Европы с вопросом этики и ответственности ЗМИ. Цего лета будет моя ответ. И вот самая вопрос о том, что пан Олег сказал о саморегуляции это червеной линией проходят через все ЗМИ ЗМИ демократии. Потому что там действительно есть саморегуляция и есть ответственность и есть запрещение этических норм. У нас я был у витоков независимой правоспилки журналистов Украины. Я один из співзасновников. Потом, когда я пошел в депутаты, я призупинил свою деятельность там. Но мы на сегодняшний день не вышли на тот уровень, когда этот журналистский договор реально работает и когда журналистская аудитория начинает карать тех, кто выходит за межи этики и действует безответственности. Поэтому надо создать государственные органы. Самая ответственность нам нужно идти до этого. Это саморегуляция я все-таки хочу, чтобы мы сегодня подвели какой-то итог за этот год. И не только что произошло у нас в политике, что произошло в обществе, я думаю, Иван меня дополнит. Сегодня мы задали тоже в интернете вопрос, мы заплатили такую большую цену за прошедший год, у нас столько потерь, но что мы приобрели за последний год? и об этом мне тоже кажется важно говорить. И люди писали такие простые вещи о том, что за последний год мы лишились иллюзий, мы может меньше говорили, мы приобрели каких-то настоящих друзей, потому что мы прошли испытания, и мы знаем, кто наш друг, или кто не наш друг. Появилась огромная опять-таки же сеть волонтеров, мы научились помогать друг другу. И вот об этих вещах мне тоже кажется очень важно говорить, а не тратить столько времени на обсуждение одного узкого вопроса. Ну вот, дорогая Кристина, если бы у меня была бы возможность, я бы в первую очередь, не знаю, как-то отметил, не знаю, памятный знак, что-то такое, я бы кланялся с утра до вечера украинским волонтерам. В мире такого нет. Я сам привожу вещи нашему легиону грузинскому, который воюет на Востоке, но что я могу сделать, привезти там сумку каких-то теплых вещей, чтобы наши солдаты не померзли. Но когда я вижу огромное количество людей, когда я читаю, когда я вижу по украинским каналам, сколько людей, мне кажется, половина Украины заняты волонтерством. Это готовое гражданское общество. Кто-то мечтает о таком обществе, а в Украине оно готово. Это гражданское общество. послушаем, Олег, извините, у нас еще не брал слова Иван Сидор. Иван Сидор это тот человек, который памятной декабрьской ночью начал звонить на колокольне в колокол вечевой звула. Испаски одну судейческую жизнь. Звуя людей на Майдан. Когда была первая атака на Майдан. Вот скажите для вас, у вас были разочарования спустя год? Избавились вы от каких-то иллюзий? Не жалеете ли, что тогда в колокол забили? Остальным часом я часто могу чути, что этот звон был лишний, потому если бы я не звонил, Майдан бы очистили, и не было бы Небесной Сотни и войны на Сходе. Это очень ошибка. Я считаю, что смерть героев Небесной Сотни не даремной. Потому что война с Украиной началась гораздо раньше, чем до Майдана. Просто она была тихая и сидящая, никто не говорил и рано или поздно Украина просто бы уничтожила. Я не знаю каким образом, но все ишло до того. И слава Богу люди схаменули и поднялись. И хочу привести паралель. Украина это не только территория, это живые люди, это живый организм. И сейчас образно Украина перебувает на операционном столе и делают свою больную операцию очень больно, долго. Украина была до этого времени в коме, мы ее в жизни хотим разбудить, воскресить. И как раз то, что происходит на Сходе, это боль, когда делают операцию человеку. Но после операции идет период оживления, это разбудование на Сходе, и период поднесения, когда Украина будет набираться сил. Здоровый человек, чтобы быть, нужно иметь здоровое тело, здоровый дух. Здоровое тело для Украины это здоровая экономика, промышленность, здоровый дух это единственная церковь, православная, поскольку нас церковь разделена. Я думаю, что мы до этого идем, потому что если посмотреть на историю, все государства это прошли, но в 20-м столетре. Мы, возможно, запизнались, но я верю, что украина начнет украинское диво, украинское воскресенье. Я бы хотел побажать в этот день, оскільки мы уважаем героям Небесной Сотни, сегодня эти дни очень для Украины скорботные. Киевская Русь распалась потому, что не было единства между князями и любые страны распадали не всегда через напад агрессора, а через то, что не было единого думки. Какой враг не нападал на Украину, если мы будем единим, и тогда Украину не перемогли. Поэтому я желаю нам этой единства. А людям, которые говорят в Верховной Раде, журналистам, разные люди, которые несут слово, нагадать слова Иисуса Христа, что за каждое слово дамо ответ. Поэтому лучше здесь нужно стараться, чтобы говорить правду, чтобы уникнуть участие, про которую говорил Иисус Христос, что эти люди пойдут на вечные муки. Лучше здесь обеспечить себе райские оселы в будущем. Потому, что это жизнь и тимчасовая. Иисус в наших силах обрати себе дорогу добра или зла. И я могу сказать с уверенностью, что Герои Небесной Сотни обрали дорогу добра. И сейчас это новенькие украинские мученики, которым нужно дякаться, из которых нужно молиться особенно в период Великого Поста, который начинается в понеделок. Большое спасибо, Иван. Большое спасибо всем, кто пришел сегодня в студию. К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо большое. Встретимся на следующей неделе. АПЛОДИСМЕНТЫ